Хитман. Художественный вымысел, который был придуман, разработан и выпущен многонациональной командой. Играем сегодня в Хитман. Появился он довольно-таки недавно, январь-февраль, в марте, да, в прошлом месяце. Но вот у нас сейчас апрель наступил, и разработчики говорят, что каждый месяц будет выходить новые дополнения к игре. Но я купил самую базовую комплектацию, то есть могу сыграть только одну миссию, которая именно появилась со стартом игры. Но тем не менее, давайте ознакомимся с игрой, может быть, если понравится, будем что-то потом докупать по миссии. Так, пожалуйста, подождите соединение с сервером. Хорошо, мы ждем, мы в ожидании. О, автономно можно? Можно играть без соединения? Вот, кажется, мы соединились. Я, друзья, специально не смотрел никакие там чужие видеоролики, вообще ничего не смотрел об игре. Я хочу, чтобы для меня все было сюрпризом, чтобы для меня все было в новинку. Потому что, ну, Хитман такая игра, где надо бы пораскинуть мозгами. Если мне кто-то подскажет, поможет, это будет мне уже не так интересно. Мне интересно вот именно искать решение самому тех задач, которые поставят передо мной разработчики в ходе моего игрового процесса. 20 лет назад. Что, все? Я думал, сейчас какой-нибудь ролик покажет. Нет, все, мы уже здесь, 20 лет назад. Хотя я еще... Нет, двигаться я могу. Не могу приближать и отдалять камеру. В общем, что, вертолет улетел, а нам что делать теперь? Ну, я вон вижу подъем по лестнице, наверное, нам сюда. Великолепный вид. Правда? Меня зовут Диана. Позвольте я проводить. Похоже, кто-то у нас очень скрытный. Тайны. Наш главный товар. Кроме того, насколько я знаю, у тебя самого их немало. Если хочешь знать, я не такая, как ты. Я оператор. Агенты и операторы работают вместе. Знаешь выражение «познай врага своего»? В этом и заключается моя работа. Знать врага. Это полдела. Знаю. Не менее важно знать самого. Себя. Я работаю над этим. Я читала твое дело. Очень впечатляет. Ты часто импровизируешь, но, думаю, на заданиях иначе нельзя. Расскажи, как это – забирать чужие жизни? Спонтанно. Беспорядочно. Такое чувство, что я способен на большее. Ты поэтому здесь? Поэтому позволил себя проверить. Возможно. Проверяют не только меня. Ну, вот мы и на месте. Начальный курс стартует в 6.00. Тебе лучше подготовиться. Да, диалог у них, конечно. Вы уверены? Да. Второго шанса не будет, мисс Бернвуд. Только не здесь. Я выбираю его. Могу я спросить, почему он словно чистый лист, асоциален, апатичен и неотзывчив? Без сомнений, у парня отличные задатки, но, возможно, я вижу возможности там, где другие видят лишние достатки. Сэр, разве не в этом работа оператора? Посмотрим. Убить может каждый мисс Бернвуд. Он по-прежнему ничего не помнит? Если и помнит, он об этом молчит. Мы обязательно изучим эту историю. Госпиталь в Румынии. А пока не спускайте с него глаз. Добро пожаловать на курс повышения квалификации. Прототипом первого задания была операция в Сиднее. Целью был Келвин Риттер по прозвищу Воробей. Опытный вор-наемник, спец по редким предметам искусства. Наш агент проявил смекалку и проник на яхту Риттера во время вечеринки. Ему удалось устранить цель так, что никто ее не заметил. Тебе нужно сделать то же самое. И не переживай насчет других агентов. Все оружия учебные. Удачи, новичок. Блин, они целую яхту организовали, типа чтобы меня проверить. И все оружие учебное. Так, пройдите к сходням. Так, доступ на яхту в данной одежде запрещен. Вам придется проникнуть в зону хранения грузов за забором и найти маскировку. Понятно, я кажется маленько лишнего вперед ступил. Сейчас бы они мне устроили тут. Так, что вон там какие-то ящики, да, нам туда. На Х перелезть. Нажмите Space, чтобы укрыться. Усмирите механика. Нападение сзади почти бесшумно. Нападение спереди и выстрелы без глушителя производят много шума и привлекают внимание. Понятно, понятно, давай. Эй, эй, чувак. Эй, эй, эй. Нет, я не так хотел. Извините, а вы тут что на коленях ползаете? Да ничего, я просто хотел к вам подкрасться и убить вас. Блин, друзья, маленькая я тут... Это, видите, эта игра, она изначально, я так понимаю, не для компьютера, а для консоли. Поэтому управление может быть не самое удобное. Сначала, ну блин, ну все, я уже спалился. Этот чувак ушел, да? Короче, я его должен был обезвредить. Почему? Я думал, сейчас все закончится, типа, скажет это. Провал, и я начну заново. А он просто куда-то ушел. Он ушел, наверное, жаловаться. Так, кстати, как мне встать? Вот я сижу. Как встать? Он, смотрите, сюда идет. Мне надо усмирить механик, а он там ползает. А мне надо, наверное, именно... А как встать-то? Встать, друзья. Встать. Я вот сел. Механик, ты опять сюда вернулся? Вон там, кстати, другие механики. Ладно, я понимаю, что я делаю не то, что надо. Но можно я хоть пробегусь, посмотрю, что у вас тут? Этих тут много. Слишком много. Вас ищут. Меня разыгрывают. Блин. А, надо... Так, ну что, теперь замаскироваться. Надо еще труб куда-нибудь оттащить. Я, конечно, все не так... Неправильно сделал. Совсем не так, как надо. Тем более, меня еще ищут. Сейчас меня кто-нибудь найдет. Вон там уже охранник есть. И он, главное, палит, по-моему, в мою сторону. Но там так темно, что не видно. Да, блин. Д, Ж, Д, А, 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 В. Так, у него... Короче, я вообще начал очень коряво. Но, друзья, что-то со временем научимся. Ох ты, еб. Я не думал, что меня кто-то сейчас придет бить. Все, давайте заново, короче. Ну, понятно, первый блин комом. Первый блин не то, что комом. Первый блин вообще в какаху. Но сейчас, друзья, сейчас исправимся. Я еще там так шикарно усмирил вот этого первого механика. Это Хитман, он такой. Тут, короче, игра-то не такая простая, как кажется. Подойдите к сходним. Давайте идем, идем к сходним. Да, да, да. Меня не хотят видеть в таком виде. Мне нужно переодеться. Переодеться, друзья. Управление не самое удобное, но... Что делать? Привыкать, конечно же. Что же еще? На джойстике, наверное, удобнее. Как вот сменить укрытие, допустим, вот на это? Я, типа, привязан к этим бочкам. Так, все, минус один. Так, давайте сначала оттащим, а потом уже будем его раздевать, там, переодевать. Куда тебе? За какие ящики? Вот сюда, наверное, тебя оттащим. Здесь тебя никто не увидит, да? Чувак. Так, замаскироваться. Все. Теперь я механик. Ты надел его одежду. Это что-то новенькое. Но вполне может сработать. Как правило, люди видят униформу, а не лицо. Но будь осторожнее. Некоторые люди более наблюздательны, чем другие. Неплохо, новичок. Перетащите тело в туалет, чтобы его не обнаружили. А вдруг, вот за эти ящики вряд ли кто-то будет смотреть, а вот в сортир, может, кто-то и зайдет. Знаете, вот кто-то зайдет по нужде. Что, тут никто писать, что ли, не хочет? Ну, ладно. Нам говорят, что так надо. Так что так мы и поступим. Они просто нас учат. Как бы это же начальные миссии обучающие. Они нас просто, ну, скажем так, учат, что вообще тела можно прятать. Почему бы не в сортир? Ну, мне кажется, в сортире, вот, там, там за ящиками ему было лучше лежать. А, блин, я думаю, кто это там ползет? А это я в зеркале. Поднимитесь на борт яхты. Так, сначала давайте закроем сортир. А как встать, друзья? Я вот не понимаю, как встать. Вот так, короче, на пробел я выбираю для себя укрытие. То есть могу на пробел поменять. Так, а есть где-нибудь настройки управления? Клавиатура и мышь. Назначение клавиш. Так, идти влево-вправо, взаимодействовать Е. Ловкие действия Х, взять F, укрытие, пробел, тащить тело B, ближний бой Q, использовать предмет G, маскировка T, бежать, shift, целиться, выстрелить, перезарядить, инстинкт, позиция, краситься. На C вот, наверное, краситься и не краситься. Я могу на C, наверное, еще раз нажать, чтобы не краситься, да? Убрать оружие, капслок, режим огня Y. Приблизиться, отдалить, бросить предмет, снаряжение, сдаться. Русские не сдаются, ребят, вы о чем? Так, ладно, наверное, на C, да? Вот, да, нажали на C. А то, если я тут буду краситься сейчас, это будет вызывать подозрения. Единственное, что я не знаю, мне как сейчас, попробовать по трапу подняться на лодку? Или вот там была еще возможность за кулисами как-то пролезть? Ну ладно, попробуем вот так. Просто идем. Лицо кирпичом. Я простой работник. Удерживайте контрол, чтобы использовать инстинкт. А что мне подскажет мой инстинкт? Вон, я вижу там какой-то чувак на карачках. Зачем мне это? Проследуйте за целью. За какой целью? Где цель? А, вон он, красный. Ух ты, ты времени с даром не теряешь. Так, вот она цель. Я его, конечно, могу прямо сейчас убить, но у него вон там телохранитель рядом. Это таргет, Калвин Риттен. Он, Калвин, ушел куда-то. Здесь охранник стоит. Вряд ли он меня туда пустит. Оденьтесь официантом с яхты. Да, мне надо стать официантом, чтобы туда наверх попасть. Так, а где мне найти официанта? Может, мне инстинкт подскажет? Зачем мне огнетушитель? Я не знаю. Мне инстинкт не показывает, где у нас официант. Так, спасибо за просмотр. О, 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 нет механика здесь, извините. Это не мой звонок, но это так же. Так. 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 Я куда-то уже иду туда, куда не надо. Ну, у них же у официантов должно быть какое-то подсобное помещение. Вот это что за место? Яхтенный матрос. Я могу матросом быть. Итак, в отличие от механиков, обслуживающему персоналу разрешено подниматься наверх. Догадываюсь, что у тебя на уме. Очень нестандартно. Одобрее. Смотрите. Они хотели, чтобы я был... Этим, какого, официантом, а я вместо этого стал матросом. Что тут еще есть? Что-нибудь? Так, как там? Подсказок я больше не вижу. Ну, таких что взять. Единственное, что... Так, давайте еще по поводу настроек. Как-то мне кажется палевно, что я тут хожу с огнетушителем. И его бы куда-нибудь кинуть, наверное. Сейчас я посмотрю, как тут. Взять на F. Ближний бой. Использовать предмет G. Использовать предмет G. Перезарядить R. Убрать оружие Caps Lock. Снаряжение I. Так, Caps Lock. Убрать оружие. Могу я убрать? Типа, не считается огнетушитель как оружие? Нет. Пистолет. Ближний бой. Удавка. Вот, все, я взял удавку и огнетушитель, типа, бросил. А как мне ходить с руками, чтобы никто меня... Так, Caps Lock, да, спрятать оружие? Я вроде жму как... А, я ТАП жму, не Caps Lock. Так, там охранник еще стоял в коридоре. Надо бы ему на глаза не попадаться. А то что-нибудь заподозрит мне, ладно. Но он стоит, вроде даже не смотрит. Я так мимо пройду спиной. Так, я персонал. Я просто иду наверх по своим персональским делам. Найдите цель. Так, цель она, вон она. Там, в какой-то комнате. Это знак, Келвин. Ты лучший в мире вор. Но все меняется. Так, вы тут о чем, ребята? О, наша цель, вон она стоит. Риттер знает свою команду. Но если вы создадите видимость работы, то вероятнее всего он вас не заметит. Избегайте обнаружения, работая в баре. Все понял. Мне бы тут хотелось бы сохраниться. Можно сохраниться? Чтобы потом можно было загрузиться. А то сейчас не удастся создать видимость работы. И все. И заново не охота. Начинать. Встаньте за барную стойку. Так, где ваша барная стойка? Да тут уже кто-то стоит. Он что, не знает, как бармен выглядит? Я слиц с окружением. Ждите и наблюдайте за целью. Ты ищешь себе протеже? О, ты начинаешь понимать. Воробей не может умереть. Кельвин, ты не супергерой. Их не существует. Тем более с таким подходом. Так, мистер Норфолк, как приятно, что вы прилетели. Не желаете ли выпить? Спасибо, нет. Еще нет шести. У меня очень строгая жена, знаете ли. Сочувствую. Итак, вы как раз вовремя. Я настроил компьютер у себя в кабинете. Пройдемте? Пожалуйста. Я за вами. Проследуйте за целью. Но я слишком рядом с ним не буду ходить. А то меня сразу запалит. Вон его телохранитель идет. Он сразу поймет, что это не ладное. Вот, мы вдвоем с этим парнем. Не, этот парень просто встал. Как я туда пройду? Меня же туда не пустят. Вон они там разговаривают. Проберитесь в кабинет. Так. Как мы можем, наверное, как-то залезть наверх. Тут все окна в решетках. Они могут меня спалить. Но может быть там как-то сверху. Я, конечно, как вариант, можно вырубить охранника. Но вот он, да, вход. Просто нет окна. Там вроде никто не смотрит. Игра производит автосохранение во время игрового процесса. Вы также можете сами сохранить и загрузить игру, используя меню. Понятно. Давайте сохранимся еще раз. Покуда у нас пока что все идет успешно. Проберитесь в кабинет. Я уже пробрался. Где ваше следующее задание? Проследите за встречей. Не хочу показаться хвостуном. Но тот, кто первым выпустит его на рынок, завоюет мир. Блин, я такой незаметный. Чувак, может ты это? Отойди мне. Вот так, да, хотя бы. Возьмите пистолет с глушителем. Так. Есть у нас такая вещь. Устраните цель. Удерживайте левую кнопку, чтобы прицелиться. И нажмите правую для стрельбы. Че, тебя тоже надо убить, наверное, как свидетеля. А теперь поспеши к выходу. Блин, это отстанет убежище. Давайте сюда выходим. Я просто пройду... Ой, блин. Так, как там? Капслог спрятать оружие? Я такой, иду с пушкой. Конечно, незаметно. Я просто спущусь, пройдусь мимо. Как персонал. Я даже думаю, пройду не через центральный выход, а там можно через клады выйти. Найдено тело. Блин, тело уже найдено. Так шустро. Надо было его, наверное, как-то припрятать. Можно я это? Они уже, поди, ищут. А я тут еще одно тело сделал. Так, как там не прятаться на С? Найдено тело. Они второе, что ли, уже нашли? Эй, мистер, кто вы? Блин, они меня запалили. Что я не их? Ну, я просто... Я просто иду по своим делам. Ребят. Бегать я не буду, конечно же. За мной не палят. Зачем бегать, когда за мной не палят? А вот теперь, когда меня вообще не видят, можно и побегать. Маленько. Потому что время, похоже, ограничено. Так, задами, задами, тылами. Садимся в машину. Так, G. G, G. Эй. А ее надо зажать, G. Задание выполнено. Отлично, новичок. Это они мне такую проверку, да, устроили? Ну, надеюсь, что я с ней справился. И сейчас начнутся реальные задания. Как вы догадались, я вам говорил, он способный. Невероятные показатели. Такие навыки и рефлексы можно развить только путем долгих тренировок. Огромная сила и никаких моральных ограничений. Он может быть опасен. Я думал, это нам и нужно. У всех агентов есть слабые места, мисс Бренн, Бернвуд. Болевые точки, которые позволяют держать их в узде. Но этот... Возможно, лучше просто... Дайте мне шанс, сэр. Дайте ему шанс. Я беру всю ответственность на себя. Хорошо. Все в ваших руках. Снова здравствуй. Агенты МКА способны обои задания выполнить разными способами. Повтори упражнение, но теперь используй другой подход. Импровизируй. Меняй стратегию. Мы будем следить за тобой. Перед окончанием обучения мы можем пройти... Мы можем заново пройти задание по устранению ритера. Как именно вы выполните задание, выбирать вам. Мы рекомендуем найти как можно больше разных способов. Так, уловки. Не употребляй пищу. Не употреблять в пищу. Отправьте цель... Отравите цель крысиным ядом. Ага. Они хотят, чтобы я отравил цель крысиным ядом? Или это как один из способов? Можно отравить цель крысиным ядом. Отвлеките охранника с помощью генератора. Бросьте монету, чтобы отвлечь человека. Переоденьтесь норфолком. Встретьтесь с целью. А, это типа вот я могу всякие разные, да, тут делать вещи в ходе этой миссии и получать ачивы. Убейте цель с помощью удавки. Убейте Келвина, ритера, утопив его. Мочить в сортире. Поднимитесь на яхту, переодевшись охранником. Давайте попробуем вот это. Я, по крайней мере, начну с вот этого. Подняться на яхту, притворившись охранником. Я не буду сейчас смотреть все эти способы, но можно там специально смотреть и пробовать выходить именно... Проходить именно... Ну, выполнять все одно по одному. Так, дистанционная взрывчатка. Здесь есть взрывчатка. И отмычка. Вы можете бросать монеты. Если люди слышат падение монеты, они пойдут проверить. Если они увидят монету, то поднимут ее. Понятно? Понятно. Но вот взрывчатка, меня больше всего. Размещайте взрывчатку, оружие и предметы в игровом мире. Если охрана увидит лежащее оружие или взрывчатку, она ее поднимет. Понятно. Белая стрелка указывает на то, что вы взрываете, вызываете у кого-то подозрение. Выйдите за пределы видимости, чтобы избежать раскрытия или столкнитесь с последствиями. Понятно. Все понял, друзья. Все понял. Держивайте альц, чтобы положить взрывчатку. У меня что, взрывчатка в руках? Блин, я плохо тут вижу. Тут так темно. Нифига себе тут что есть. Тут вообще полный сфрон с оружием. Только зачем мне все это? Тут даже... Я же тут не собираюсь устроить просто адово побоище. Хотя можно вот ради интереса. Давайте ради интереса сейчас попробуем. Короче, берем. Некоторые виды оружия слишком большие, чтобы спрятать. Чтобы носить такое оружие, не поднимая тревогу, и вам потребуется соответствующая маскировка. Что если я сейчас возьму и просто начну всех убивать? Что вы вообще на это скажете? Что если я решу пройти эту миссию, перебив всех? Так, ну да, конечно, так долго не проживешь, но просто хотелось разочек попробовать. Давайте заново. Так, сейчас мы будем делать все как надо. Добро пожаловать. Так, ладно, на этот раз я, короче, я возьму отмычку, не знаю. Нужна она нам или нет. Взрывчатку брать не буду. Я не думаю, что мы будем ее использовать. Там вот было тоже какое-то оружие. Его мы тоже использовать не будем. Мы сейчас, друзья, начнем с того, что мы... Так, чувак. Да, мы, конечно, убит посторонний. А что, к чему вы пишете убит посторонний? Ну, убил и убил. Господи. С кем не бывает. Вот эти чуваки, которые там стоят, они, по идее, должны знать, что я не их. Они же знают, они же сами из, ну, вот этой, из механиков. Белая стрелка указывает на то, что вы вызываете у кого-то подозрения. Вы идите за пределы. Да-да-да, я пытаюсь уже уйти. Да-да-да, он не видел меня раньше, но я уже ушел. Все, у тебя нету подозрений. Так, там охранник стоит. Включить пожарную сигнализацию. Блин, чувак, ты что за мной идешь? Ну, не видел ты меня, подумаешь? Блин. Вас раскрыли, вас ищут. Да, ё-моё, меня уже ищут. Черт побери. Знаете, стелс-шутер, это, блин, не для меня. Я всегда не умел играть аккуратно. Выстрел услышан. У меня один патрон, надо перезарядиться. Блин, и сзади, и спереди. Да-да-да. Ты за мной зашел или нет? Странно, что еще задание не провалено. Сейчас сюда все придут уже по очереди, по одному. Сейчас мы вообще всех в этой комнате положим. Патроны у меня, благо, еще есть. Так, ну они меня ищут, но они же не знают, как я выгляжу, правильно? Так, давайте я притворюсь охранником. Они, может быть, ищут механика, а я охранник. Интересно, если я спрячу оружие, меня вообще вот сейчас узнают? Интересно, что здесь есть вообще? А, это вот здесь я уже был. Я открыл, одел здесь эту форму матроса. Да, интересно, конечно, все это. Я столько народу перебил. Явно не сказать, что я действовал аккуратно. Так, это что такое? Тренировочная одежда. Взять монету. Они все должны быть на ушах. Но, тем не менее, меня спокойно пропускают. Должна быть сейчас выполнена ачива, вроде как, типа, подняться на борт в форме охранника. Слушайте, по идее, здесь стоит охрана, она должна меня, вроде как, это. Так, смотрите, этого чувака я здесь не вижу. Я вижу этого. А, вон он идет. Мне бы крысиный яд найти и подмешать ему. Где у них, интересно, крысиный яд был? Это что-то такое? Бюст? Можно его бюстом убить. Меня там кто-то заподозрил. Ходить, знаете, в форме охранника? Если охранник найдет лежащее на земле оружие, он поместит его в подобный ящик. Это займет его на какое-то время. О, я могу в шкафу лазить. Ох ты. Закрой дверь, чувак. Это был телохранитель того мужика. Жалко, что он ушел отсюда. Интересно, если я опять спрячусь, он опять сюда придет? Так, ладно. Я могу его как-нибудь удавкой убить, интересно. Блин, я у него подозрения вызываю. Ладно, я ушел. Просто заходил пассать. Ладно, вы что-то? Говорит. Говорит. Заходил пассать. Кх Так, здесь ничего нету, вообще ничего интересного в этой комнате. Продолжение следует... Так, сейчас мы его задушим. Эй, чувак, погоди, погоди, погоди. Как бы тебя догнать так? Блин, ладно, пускай убегает, я его не буду. Я его не буду бить. Пускай он там типа что-то видел, а меня уже здесь нет. Вас ищут, меня ищут. Значит, я не вижу, чтобы меня сильно искали. Спускаемся беспалево. А, да, удавку спрятать надо. Уходим все так же через черный вход. Ищут здесь не очень хорошо, я вон там целую кучу народа положил в той комнате, они же меня не заметили. И мы сейчас вроде как по идее выполнили еще одну ачивку. Мы убили этого чувака удавкой. Но это не сильно сложная миссия, да, вот как-то пришел, убил, никто тебе даже ничего не сказал. Может быть здесь есть уровни сложности. Но здесь, наверное, есть именно уровни сложности в том плане, что миссии, наверное, есть сложнее, есть проще. Вот это вот не особо сложное. Все, можно уезжать отсюда. Можно было еще просто так где-нибудь кинуть оружие или монетки. Это, наверное, тоже дало бы мне выполнение какой-нибудь ачивки. Миссия выполнена. Испытание пройдено. Классический убийца. Проверена охрана. Вот, видите, за то, что удавкой и за то, что прошел охранником на борт. В общем, две ачивы получил. Вроде задание тоже, но пройдено другими методами. Отлично, вы прошли курс свободной подготовки. Переходите к последнему испытанию или оставайтесь и продолжайте свое обучение. В общем, я могу еще несколько раз попроходить обучение, только какими-то другими режимами, открыть еще ачивки. То есть способов убийства множество. И проходя миссию раз за разом, можно изучать все новые возможности открывать для себя. Да, друзья, на этом, в принципе, можно закончить наше видео. Но я хотел бы напоследок сказать пару слов от себя. Я, в общем, хотел сказать, что эту миссию я за кадром проходил несколько раз и, в принципе, маленько подосвоился в самой игре. Я вот нашу жертву и взрывал взрывчаткой, и травил ядами. Ну и также я, как бы, заметил множество своих огрехов, которые я допускал поначалу. Допустим, у нас есть удавка, а я душил руками. А это долго, там надо сначала долго душить, потом ломать шею, удавкой, хлоп, все, топ и готово. Цель уже мертва. Также, ну, как бы, хотел сказать, что здесь, ну, как бы, уровень сложности. Мне сначала казалось, что все сложно. Я пытался там как-то не палиться, осторожно передвигаться. Не дай бог кого-нибудь убьешь, потом все заметят. Но потом я обратил внимание, что можно там целую толпу, да, в коридоре, грубо говоря, завалить, переодеться и пойти дальше, как ни в чем не бывало. Но это, мне кажется, только в этой миссии, потому что она, как бы, начальная для новичков. Мне в ней кажется, и люди как-то себя ведут не особо расторопно, в том плане, что, если, ну, как бы, вот, могли обратить внимание, когда я убиваю вот эту нашу жертву, рядом стоит, там, его друг, или как-то не друг, а партнер предполагаемый. И он просто стоит, никуда не бежит, не шевелится. Ну, как-то вел он себя не особо расторопно, что меня тоже как-то маленько удивило. Мне кажется, он должен сразу все, ты кого-то убил, все, люди должны мимо разбегаться. Ну, как бы, вот, ну, можно, конечно, списать все на то, что у него ступор. Но мне кажется, вот, именно в этой миссии какой-то медленный интеллект у врагов специально сделан. То есть, мне кажется, здесь специально все упрощено, потому что это начальная миссия. Также, в целом, если вы хотите себе усложнить игру, вы могли бы это сделать, как бы, зайдя в меню настроек. Потому что у нас есть мини-карта, на которой видно, да, там, когда, допустим, вы там, к вам приближаются, там, милиционеры из-за угла, да, и у вас на мини-карте видно, как они к вам приближаются. Можно все это отключить, чтобы у вас не было ни мини-карты, не было ни подсветки, всяких предметов, которые вы можете использовать, чтобы вам не высвечивались цели, задания и какие-то подсказки. То есть, можно себе максимально приблизить игру, сделать ее какой-то более реалистичной и более сложной. Вот, можно пожарную тревогу включить, не знаю зачем, но давайте ради интереса включим, может, тоже какая-нибудь ачивка будет. В общем, друзья, как бы, тут много вот таких, да, возможностей. Причем, я, допустим, уходил постоянно, вот, два раза в этой серии через наземный маршрут, то есть, уходил туда с корабля и там садился на машину. А на самом деле, после убийства нашего врага, можно было просто выбраться наверх, потому что там на палубе корабля есть и вертолет на вертолетной площадке, как бы, да, поэтому не обязательно было так далеко бегать, чтобы покинуть эту миссию. Так, кажется, там менты какие-то следом пятки сверкали. Так, пойди сейчас сюда кто-нибудь придет. Придет, не придет? Что-то не идет никто. Меня ищут. Вот, видите, тут везде кругом занавески, то есть, это, типа, не настоящий корабль, и только вот с этой стороны видно, что это все декорация. Когда ты начинаешь миссию, все выглядит как настоящее. Я еще, кстати, друзья, ведь когда начинал играть, я постоянно ходил пешком, боялся привлекать внимание, поэтому не бегал, а понял, что можно тут в этой миссии, ну, по крайней мере, бегать постоянно, и никто даже не подумает, а почему ты носишься, как угорелый? Ни у кого даже это никакого подозрения не вызывает. О, смотрите, телохранитель. Кажется, он упал. О, ты еще живой? А выглядело так, как будто ты мертвый там падаешь на землю. Да, мы, кстати, можем взять оружие телохранителя и взять одежду телохранителя, притвориться телохранителем, и вот уже в форме телохранителя подойти к нашей жертве и убить ее. Мент? Я нет, я телохранитель, я тут вообще не знаю, что случилось, я отсюда ухожу. Вот, по идее, да, он должен был увидеть трупы сразу. Так, погоди, тут труп, а ты тут что делаешь? Ну, как-то в этом плане нереалистично, но, опять же, я списываю это все на то, что это начальная миссия, и здесь все довольно просто. Так, вон он, наша цель. Так, ну ладно, друзья, я решил не тянуть с этим делом, решил перемотать вам побыстрее, наконец, в общем. Так, кажется, меня заметили там справа, кто-то бежит, выйдем тогда здесь. В общем, надо на крышу выбраться, а там уже нас вертолет ждет. Давайте возьмем билеты, может, будем отстреливаться, вон, нам уже в спину стреляют. Так, все, идем наверх, вон вертолет, уматываем отсюда. В общем, друзья, все, на этом я закончу, игра мне понравилась. Будем, как бы, развиваться. Я думаю, потом, может быть, даже стрим поснимаем, попробуем попроходить эту или какие-то другие миссии по несколько раз. Ну, а я на этом закончу. С вами был 11101. Всем пока!